Всем привет! Сегодня буду готовить очень-очень вкусные колечки кальмаров в кляре. Они получаются золотистые, красивые, внутри очень сочный и очень мягкий кальмар. Он получается абсолютно не резиновым, в этом секрет его приготовления. Очень вкусно и очень крутая закуска. Готовится нереально просто, буквально за 5 минут у нас огромная тарелка колечек в кляре. Для этого я использовала 2 кальмара. После заморозки обычно с него хорошо достается вот этот хребет, но если он у вас не достается, не тяните, мы его достанем уже после варки. У меня вот таких вот 2 кальмарчика, обязательно возьмите вот такие вот кальмары, они белые, уже готовые тубы. Закипела у меня водичка, в водичку добавляю соль и отправляю туда наш кальмарчик. Буквально максимум на минуту, больше не нужно. Буквально там 40 секунд, максимум минута, вот это тот предел, который мы сейчас приварим к кальмар. Вы видите, моментально с него начинает слазить эта шкурочка. Кальмарчик скукожился и стал кругленьким таким. Выкладываем его и точно так же проделываем со вторым. Вы видите, моментально надувается и слазит эта шкурочка. Теперь нужно будет остатки этой шкурочки чистить ножиком, либо просто промыть под проточной водой. На самом деле это очень просто, вы видите, она прекрасно счищается и кальмар остается гладким, блестящим и красивым. Изнутри нужно будет достать, если там внутри что-то осталось в этом кальмарчике. Опять же повторюсь, под проточной водой это делать намного проще, потому что все сразу смывается. Теперь кальмарчик нужно будет нарезать на колечки. Уже такие как вам нравятся, но я буду резать колечки где-то в ширину миллиметров 5, больше не нужно. Хвостик я потом отделила и хвостик порезаю пластинками. Абсолютно не важно, хоть колечки, хоть пластинки, одинаково вкусно получается. Промакиваем потом полотенечком, либо бумажным, либо хб. И присаливаем кальмар. Я не могу сказать, что он прям сильно промаринуется, но присолить его все же нужно. И отставляем его на минуток 5, пока мы будем с вами готовить кляр. Кляр на самом деле очень простой. Я этот кляр люблю, потому что он хорошо обволакивает то, что мы будем делать. Я так делаю и луковые кольца, и вот кольца кальмара. Очень люблю этот кляр. Яйцо присолили, добавляю столовую ложку крахмала. Можно крахмал не использовать, а использовать просто одну муку. Это абсолютно вообще не принципиально. Я бы не сказала, что прям меняется консистенция теста. Просто иногда делаю так, а иногда по-другому. И добавляю кефир. Именно кефир. Он более густой, это не вода. И кляр будет лучше обволакивать наши кальмарчики. Потому что они и так у нас скользкие. Поэтому такой кляр будет лучше обволакивать наши кальмары. Кефира добавляю где-то 50 грамм. И где-то в общей сложности ушло у меня от 40 до 50 грамм муки. Но я всегда потом варьирую, сколько мне нужно муки. И по итогу всегда либо добавляю потом немножечко муки, либо добавляю потом немножечко кефира. Если у меня плохо обволакивает кляр мой кальмарчик. Консистенция должна получиться жидкой сметаны. В этот раз решила попробовать еще добавить немножечко разрыхлителя. Буквально 1 грамм. Но я не скажу, что он прям повлиял как-то на пышность моего теста. 1 грамм этот вообще как-то не особо роли сыграл. Я делала и без разрыхлителя, и с ним. То есть разницы нету. Если нет, абсолютно не используйте. Буквально 1 грамм. Хорошенько перемешала и начинаю, собственно, уже подготовку жарить. Пока у меня разогревается масло, нужно кальмарчики наши обвалять в муке. Так, опять же, пристанет лучше наш кляр. И он ляжет более равномерно. Приблизительно столько, сколько мне нужно. Решила поумничать, решила палочками это делать. Вы видите, кляр капельку густой. Не очень с первого раза прям обволакивает кальмар. Поэтому я буквально еще 5 грамм добавила кефира. И потом стало вообще идеально. Отправляем во фритюр. У меня это обычный сотейник. Я добавила туда масло где-то сантиметра 2. Для того, чтобы у меня мой кальмарчик полностью плавал. Вы видите, после того, как я бросаю изначально кальмар, он падает на дно. И буквально через секунду он всплывает. Огонь где-то до среднего. Чуть меньше среднего. Если у вас будет очень маленький огонь, кальмары напитаются маслом и будут очень жирны. А так они моментально начинают поджариваться. Корочка становится хрустящей. И они абсолютно не жирны внутри. Как только они подзолотились, сверху их можно перевернуть и поджарить с другой стороны. Жарятся очень быстро, буквально по минутке, там может чуть больше. И выкладываем их на бумажное полотенце, пускай лишнее масло стечет. И точно так же жарим все остальные кальмары. Получается очень вкусно и очень много. Это, конечно же, не все количество. Получилось раза в три больше. Но это моя порция такая. Очень-очень вкусно. Либо с тартаром, либо с майонезом. Это нереально вкусно. Очень мягкие внутри кальмары. Абсолютно не резиновые. Мне так очень нравится. Дерзайте. Получается нереально вкусно. Крутая закуска. Обязательно попробуйте. Все очень-очень просто. И не забывайте, конечно же, поставить палец вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.